Доброе утро, друзья! Друзья, мы рады приветствовать вас в эфире Амурского областного. Это утро встречают вместе с вами Надежда Пархунова и Андрей Добрый. Ну, а у меня сразу очень хорошая новость. В Амурской области появилась Харза. Харза? Харза. Это что или кто это вообще? Это такой зверек, и он попал в объективы камер Хинганского заповедника, фотоловушки. На самом деле мы даже не знали, что у нас в Амурской области Харза обитает. Но, проверив фотоловушки, ученые были приятно удивлены. Харза снова появилась в Амурской области. И это зверек из рода Соболиных. Похож такой, он немножечко на Соболи, на Куницу. Ну, мы будем надеяться, что это означает только одно, что у нас экология улучшает. Кстати, да. Может быть, это связано с карантином, а может быть и нет. Ну, интересная достаточно новость. А вот что еще интересного вас ждет этим утром, расскажем в анонсе. Сегодня в нашей программе вас, как всегда, порадует рубрика «День в истории». Также напомним о нашем фотоконкурсе «Сидим дома Аут Эвэй» и о том, что совсем скоро будем подводить уже его итоги. Обязательно покажем вам видеоклип, который сняли наши творческие журналисты, люди Амурской области. Клип на песню группы 312 «Останься дома». Ну, и, конечно же, расскажем, во что поиграть на карантине и много-много чего еще интересного. 8 апреля отмечается День российской анимации. 108 лет назад впервые была премьера русского мультика, ну, российского мультика, скажем так. Так, и я предлагаю сегодня отметить этот праздник тем, что вы, дорогие наши телезрители, пересмотрите свои самые любимые мультфильмы. Я вот сегодня обязательно пересмотрю «Ежик в тумане». Кстати, это мой тоже любимый мультфильм. Я его очень люблю, несмотря на то, что он мрачноватый, такой своеобразный очень. Но мне там нравится медвежонок, который ждет друга к чаю. Вот с этим вот... Очень атмосферный мультфильм. Очень атмосферный и очень актуальный, мне кажется. У каждого дома есть свой мультфильм, который стоит сегодня пересмотреть, находясь на карантине дома. Почему бы и нет? Ну, а 254 года назад была запатентована первая пожарная лестница. Это изобретение не только облегчило работу пожарных, но и спасло огромное количество жизней. Первая лестница была длиной чуть менее 10 метров, ну, а самая длинная лестница длиной 88 метров. И это изобретение появилось в Америке, потому что именно там строились многоэтажные дома. Небоскребы их называют. Да, 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 именно поэтому там их и изобрели. Я на секунду представила 88 метров лестницы, как по ней спускаться. Я, конечно, понимаю, если идет пожар, то там уже об этом не думаешь, но все равно, мне кажется, это очень страшно. Также сегодня еще очень хороший праздник, замечательный, не такой страшный, прекрасный. 8 апреля в Японии отмечают праздник Хана Мацури, праздник цветов. Считается, что в этот день родился Будда, и именно его день рождения отмечают тем, что украшают улицы городов цветами, бумажными фонариками. Так что мы поздравляем всех буддистов, наверное, вот с этим замечательным праздником. От мировых событий перейдем к событиям Амурской области. Что произошло в этот день в разные годы, расскажет рубрика «День в истории». Амурская область Одни любители хвостатых и усатых показывали своих питомцев, другие на них смотрели. Благовещенские провели выставку кошек, на которой были персы, мейнкуны, бобтейлы и экзоты. Продемонстрировать своих домашних животных решились почти 130 человек. Оценить красоту и экзотичность пушистых, и не очень пришли более 500. Татьяна Половайкина стала министром финансов Амурской области в 2013-м. Ее кандидатуру одобрили в правительстве России. Татьяна Геннадьевна была начальником финансовых отделов и управления в администрации Амурской области. Работала аудитором контрольно-счетной палаты области, заместителем министра финансов при Амуре, первым заместителем министра финансов области. Хореографический ансамбль «Ровесники» представил новую программу. В нее вошли народные, современные и мексиканские танцы, исполняли концертные номера артисты разных возрастов. В 2015-м в селе Устнюк Жатынгинского района провели спартакиаду среди представителей малочисленных народов. Они соревновались в метании топорика, гонках на собачьих упряжках, перетягивании палки, тройном национальном прыжке, а также метании арканом. В состязаниях участвовали эвенки Тингинского, Селемджинского и Изейского районов. Самыми юными среди них стали 13-летние школьники. В 2016-м амурчане болели за участника шоу «Голос» из Благовещенской Илью Литвинова. Певец принял участие в поединках, но пройти в финал ему не удалось. Его наставница выбрала другого участника. Кстати, Илья Литвинов прошел кастинг шоу «Голос» еще в 2015-м. Но тогда амурчанин не успел выйти на сцену и перешел в следующий сезон. На слепых прослушиваниях Илья исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». К нему повернулись все наставники. Фестиваль амурского филиала Российского союза боевых искусств провели в 2017-м. Свою силу, ловкость и стрессоустойчивость продемонстрировали представители 14 организаций и федераций. Кикбоксинга, тайского бокса, айкидо, ушу, карате, рукопашного боя, самбо-дзюдо. Спортсмены нападали и защищались, садились на шпагаты и выстраивались в пирамиды. Юные каратисты ломали деревянные доски руками и ногами. Кроме показательных выступлений на ринге прошли и рейтинговые бои. В 2019-м Благовещенск стал участником проекта «Про города». В областной столице презентовали пятиминутный ролик. В нем рассказали о достопримечательностях истории и культуре Благовещенска, уникальном приграничном расположении его первой улицы, драматическом театре и скелетах динозавров. В основе сюжета был проект «Семь чудес Благовещенска» общественной организации «Открытое сердце». Мы продолжаем наш конкурс «Сидим дома АО ТВ». Ждем от вас фотографии с вашими идеями, с вашими креативными делами, которыми вы занимаетесь дома, сидя на карантине. Напоминаем, что сегодня последний день подачи фотографий. Присылайте свои фотоснимки на наш WhatsApp, его номер 8-914-596-4040, указывайте хэштег «Сидим дома АО ТВ», когда выкладываете также в Инстаграм. Набор подарков гарантирован, поэтому поторопитесь. Еще раз напомним, сегодня последний день, когда мы принимаем ваши фотографии. Но уже 10 апреля назовем имя победителя. А сейчас давайте посмотрим небольшую подборку того, что вы уже к нам успели прислать. Продолжение следует... В интернете сейчас ходит очень много различных списков по пункту, из различных дел, которые вы можете освоить, пока сидите дома на карантине. Да, ну, к примеру, освоить новую профессию. Или заняться спортом. Да, не знаю... Приобрести новую привычку, которая, кстати говоря, формируется за 21 день. Ну, желательно приятную и полезную привычку, вы сами понимаете, да? Ой, Андрей, я тебе хочу сказать. Сейчас очень многие родители приобретают новые навыки, занимаясь уроками онлайн с детьми. Я, как мама пятиклассника, тоже могу сказать. Это очень непростое дело. Действительно, нужно разобраться в электронном дневнике. Присылаются электронные задания. Их нужно делать. Их нужно отсылать учителям в определенное время. Все настолько непросто, что мы решили снять на эту тему сюжет. Прямо сейчас сюжет «Жизнь онлайн». Я бы даже сказал, это целая рубрика, которой мы посвятим несколько минут ближайшего эфира. Так что посмотрите, и, может быть, чему-то новому вы обязательно научитесь. В режиме самоизоляции дети забывают уроки из школьной программы. Объяснять давно забытые теоремы по геометрии или рассказывать о греко-персидских войнах под силу не каждому родителю. Да и ЕГЭ не за горами. В помощь ученикам созданы курсы по разным предметам. Например, чтобы получить бесплатный курс, можно зайти на сайт «Траектория знаний» в разделе «Педагогам для работы с учащимся в классе», выбрать бесплатную программу по одному предмету и далее действовать по указанной инструкции. Представлены курсы как для начальной, средней школы, так и для старшеклассников. Есть даже программа для подготовки к ЕГЭ и Олимпиадам. Санкт-Петербургский государственный университет предоставляет аудиолекции по литературоведению, искусствоведению, фольклору и истории. Кроме того, новые знания смогут получить журналисты и лингвисты. Около 40 бесплатных аудиоматериалов представлены на сайте СПГУ в разделе «Аудиолекции». Вебинары на сайте «Лекториум» пригодятся не только школьникам. Учителя и родители также могут найти много полезного и для себя. Например, есть вебинары о том, как педагоги и родители могут организовать эффективное и интересное обучение в режиме онлайн. Дети найдут занятия по химии и математике. Знаешь, чем еще сейчас занимаются люди, что очень популярно? Что? Это, конечно же, мытье рук. Сейчас, мне кажется, моют руки чаще, чем когда-либо. Я за все свои годы жизни никогда не видел свои руки такими чистыми. Честно. Я хочу сказать о том, что руки надо мыть правильно. И не просто так, потому что мы вредничаем и говорим, что нужно тщательно, а потому что сама структура вируса имеет такую немножко жирную природу. А что растворяет у нас жир? Конечно же, щелочь. То есть мыльная пена, мыльная вода. Так вот, для того, чтобы разрушить вирусы на ваших руках, вот этой вот щелочи на вирус надо подействовать 30 секунд. Именно поэтому надо мыть, да, 30 секунд мыльной водой, не просто под водой, не еще чем-то, а именно мыльной водой 30 секунд. И тогда ваши руки будут чистыми от вируса, по крайней мере, от коронавируса. Теперь будем это знать. А знаешь ли ты, что еще люди делают, находясь дома во время карантина? Знаю, потому что за мной нахожусь, конечно. Да, надо это себя развлекать. Конечно, надо играть. Настольные игры разные, хотя за период карантина, наверное, все уже игры перепробовали. А ты слышала какую-нибудь игру, которая называется «Башня Шелдона»? Нет, я про такую игру не слышала. Вот сейчас как раз-таки узнаешь из нашего следующего сюжета. Посмотрим и узнаем, чем можно занять себя во время карантина, сидя дома. Всем доброе утро! У нас сегодня на игротеке обзор удивительной, но очень-очень простой игры. Это не просто башня, это космобашня Шелдона. Она, кстати, на 20% больше, чем обычные башни. И выходит под девизом «Биг Бадабум». О, да, детка. Давайте начинать. Боже мой, какая она длинная. Все, вы счастливы? Я очень. Итак, внимание, кто начнет ходить первым? Давай я. Отлично. Мы усложняем сегодня правила этой простой игры. Мы будем играть только одной рукой. Все правши? Все. Отлично. Тогда тебе не повезло. Задача игры очень-очень простая. Вытаскиваем брусочки по одному и складываем наверх башни. У кого башня ба-ба-ба-хнет, тот что? Проиграл. Да, а игрок, ходивший перед тем, кто поставил последний кубик, объявляется победителем. Кстати, проигравший игрок собирает башню для следующего свершения. Ну, понеслась. Вот, смотри, прямо на меня смотрит. Прямо мы сейчас с этой стороны, как ее, прямо подобрушим немножечко. Вот, это Алексей коварный игрок. Раз, подвинулся. Крив. Кто же криво кладет? Когти надо было отрастить, чтобы удобнее было играть или нет? Я вот не знаю, цеплять, цеплять. Все, Леш, Леш, все, теперь вытаскивай. У нас же знаменитая, получается, да, да. Какую схватил, какую схватил, ту и тащи. Ввиду того, что я неправильно сижу перед камерой, я еще и вслепую играю. Ведь вытащил как-то, вот сделал. Ребята, это все вам. Таня победила! Ха-ха-ха-ха, Леша забирает! В космобашне Шелдона настольная игра, которая предназначена для компаний от двух до двенадцати человек. И, как говорит друг игр Шелдона Чак Норрис, чем больше шкаф, тем громче он падает. В общем, занимайтесь строительством, а не войной. Все. Чтение книг это не только модный тренд, но и, наверное, то обязательное занятие, которым сейчас занимаются очень многие, кто находится дома. Если вдруг вы прочитали уже все свои любимые книжки... Есть выход. Да, есть выход. Расскажет наша рубрика, которая называется «Читаем вместе», а если быть точным, сотрудник библиотечной сети Анна Юрьева. Давайте посмотрим и послушаем. Доброе утро. Сегодня я порекомендую вам книгу, и очень хорошую книгу. Это сборник стихотворений Сергея Есенина. Каждый из вас брал какой-нибудь его сборник в руки. В школе ребята изучают стихотворения, учат их наизусть. Кому неизвестна фраза «Белая береза под моим окном». Но Сергей Есенин очень многогранен. В последнее время большой спрос на стихотворения Сергея Есенина среди русских рэперов. Вы не поверите, но это так. Среди них даже есть такой известный исполнитель, как Эстэ. Все, наверное, знают такие строчки, особенно они знакомы молодежи. И мне кажется, они удивятся, узнав, что это Сергей Есенин. Вы помните, вы все, конечно, помните. Часто бывает так, что когда вы берете стихотворения в руки, начинаете читать, вы узнаете в них себя. Сергей Есенин – это русский хулиган. Может быть, кто-то из молодых людей узнает и себя в нем, потому что московский озорной гуляка описывает свою жизнь так, как никто другой. Конечно же, очень много трогательных стихотворений о любви. И каждая женщина, каждая девушка хочет, чтобы такие стихотворения посвящали ей. И очень приятно прочитать их и подумать, что посвятил их кто-то тебе. Ваша речь зависит от того, что вы читаете. Сергей Есенин – лучший представитель Серебряного века, который поможет вам развить свою речь. Может быть, он вдохновит вас начать писать и свои стихотворения. Взять чашечку кофе или чая, сесть уютно на диване или кресле, укутаться пледом. И в пасмурную погоду, когда за окном дождь, просто окунуться в замечательный русский язык, которым пишет Сергей Есенин. Пользуясь случаем, я приглашаю вас в свою городскую молодежную библиотеку. А жителей области я приглашаю, конечно же, в Амурскую областную научную библиотеку, где есть замечательная площадка, на которой удивительно хорошо сочетаются книги, люди, кофе и общение. Тяжелее всего сейчас это время приходится на спортсменов, потому что у них весь тренировочный процесс, конечно, изменился. Более того, кто-то не может тренироваться своим видом спорта в домашних условиях, но может хотя бы поддерживать форму. Я знаю, что многие тренеры, спортивные школы присылают своим подопечным комплекс упражнений, которые они могут выполнять каждый день и не потерять хотя бы ту физическую форму, которая уже наработана. Непросто. Спортивную тему продолжит наша постоянная рубрика область спорта. Прямо сейчас. Здравствуйте, область спорта в эфире в студии Алексея Шевченко. Несмотря на отмену всех спортивных мероприятий, мы продолжаем работать и рассказывать о том, чем сегодня занимаются, к примеру, каратисты, боксеры или пловцы. Как проходят тренировки спортсменов в условиях самоизоляции, как они дома отжимаются, качают пресс, бегают и даже устраивают полосу препятствий, мы обязательно покажем. Кстати, многие занимаются спортом под руководством тренеров. Специальные физические онлайн-курсы становятся все популярнее. Первую такую тренировку провел и я. Она рассчитана примерно на 45 минут. Спортивный инвентарь вам не понадобится. Итак, учитывая, что все мы сейчас находимся дома в условиях карантина, предлагаю не унывать. Мы лично привыкли тренироваться регулярно, поэтому продолжаем свои тренировки с помощью специальных разработанных онлайн-программ от тренировок. Так начинается утро Натальи Алмашевой. Сегодня ее тренировка на кухне. Она повторяет упражнения, которые видит на экране смартфона. Вниз, кач, кач, встаем. Наши колени двигаются, проецируя наши носки. То есть они идут в сторону. Приседания, отжимания и бег на месте. А еще советы профессионального тренера. Специально к этому онлайн-занятию тренер по кроссфиту и тяжелой атлетике Алексей Шевченко разработал комплекс упражнений, которые могут выполнить и дети, и взрослые. Сама тренировка вместе с разминкой заняла около 30 минут. Это достаточно хорошее время. Но тут все зависит от интенсивности. Был выбран протокол ТАБАТа. Это 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. Это позволяет не думать о том, сколько вам нужно еще выполнить повторений, либо подходов. Вы просто зарядились, работаете, отдыхаете 10 секунд, снова работаете. К прямому эфиру Алексея присоединились сотни спортсменов, которые даже на карантине не собираются отказываться от физкультуры. Не нарушая привычного графика, тренируются даже мамы в декрете. Я занималась вместе с ними. Очень круто, что они такую идею воплотили в жизнь, что поддержали людей в режиме самоизоляции. Особенно мамы в декрете. Поэтому, если будут еще прямые эфиры, я буду рада позаниматься еще. Цель онлайн-проекта – дать возможность жителям области заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров во время самоизоляции. Укреплять здоровье и иммунитет в домашних условиях призвал и министр спорта Амурской области. Свое обращение он оставил в соцсетях. Уважаемые спортсмены, мы сможем найти возможность поддержать физическую форму. И многие спортсмены это уже доказали. Помните, ваше здоровье необходимо не только вам, а также родным, близким коллегам. Берегите себя, оставайтесь дома. Сейчас в Инстаграме можно не только научиться различным видам единоборств и сделать утреннюю гимнастику с тренером, но и научиться танцевать. На своих страничках Амурчане каждый день проводят различные мастер-классы, которые будут полезны тем, кто остался дома и следит за своим здоровьем. А хорошее настроение и оптимизм обязательно помогут нам победить любой вирус. Гороскопы начали составлять в 5-4 веке до нашей эры. Андрей, представляешь? И вообще астрологи это были люди очень значимые. Они были приближенные к императорам, к правителям. А сами их гороскопы носили масштабы государственные. И они предсказывали события, ну можно сказать, цивилизационного характера. Ну ты знаешь, гороскопы очень популярная и важная тема и сегодня. Именно поэтому ближайшие пару минут мы посвятим ей. Гороскоп на Амурском областном. Овны. День будет соткан из двух половинок. Одна и позитивная работа, другая и крайне нелегкая на подъем. Личная жизнь. Постарайтесь все-таки найти золотую середину, чтобы не балансировать над пропастью. Не раньте себя сомнениями и подозрениями. Ведь это не заслужено. Тельцы. Предстоит сдать экзамен на прочность. Если поступите по справедливости, то и получите массу радостей и почестей. Глубокий вздох и выдох поможет держать эмоциональное состояние в норме. Близнецы. Вас ждет активная профессиональная деятельность, но финансовую пользу от нее сразу не ждите. А духотворенность и энтузиазм – вот что окажется движущей силой в важных делах. Раки. Придется переоценить свои силы, чтобы реализовать все задуманное. Такое отношение к работе позволит открыть скрытые резервы. Организм, как и мозг, рукоплещет упорным и талантливым. Львы. Звезды обещают не только новые, но и вялотекущие проблемы. Финансы поступят, но чуть позже. Лишних телодвижений в сторону карьеры не делайте. Занимайтесь мелкими вопросами. Девы. Дополнительные задания могут задержать реализацию старых проектов. Если это не принципиально, то молчите и выполняйте. Круговорот событий в семейной жизни поглотит с головой. Контролируйте энергию. Весы. Пора взять на заметку переоценку ценностей. Задача не из легких, но в определенные моменты помогает встать на место. Здоровье может подкосить простуда. Скорпионы. С решением бытовых проблем не затягивайте. Если хочется встретить весну в отремонтированной квартире, то срочно покупайте стройматериалы. Стрельцы. Не отказывайте себе ни в чем, что касается творчества и саморазвития. Зацикленность на финансах и бытовых проблемах ни к чему хорошему не приведет. Козероги. Вам не мешает подумать о своем внешнем образе. Отчеканьте его до совершенства. Все средства для этого есть. Главное – внутреннее желание преобразиться. Водолеи. Звезды рекомендуют продемонстрировать таланты и свою значимость в обществе. Если для этого понадобится поддержка друга, то позвоните ему сами. В любви не стремитесь к независимости. Это уже нереально. Рыбы. Как хорошо, когда душа не болит. Этот день принесет небывалый комфорт, море счастья и беззаботности. Прекрасный весенний марафон. Любовь, сюрпризы и признание. Музыканты Благовещенска придумали песню «Останься дома» и сняли на нее клип. У нас в гостях сегодня одна из исполнителей этой песни. И так же получилось, что наша коллега Валентина Абрамова. Валентина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Валентина, кому пришла идея в голову снять этот клип? Почему именно эта песня? И кто вообще исполняет эту песню? Да, ну и о чем песня? Вот вкратце, в двух словах расскажи. Ну, песня о том, чтобы поддержать наших людей, да, кто сидит дома на карантине. Просто помочь им почувствовать, что они не одиноки, что нужно держаться вместе. Песня создавалась в группе «Народный дел культуры». У нас есть такая группа в WhatsApp. Все началось с того, что люди начали писать негатив о коронавирусе, еще о чем-то. И главные наши администраторы, так сказать, сказали, «Ребят, ну давайте соберемся, давайте сотворим что-нибудь интересное». Хорошая, да, на фоне всех этих плохих вещей. Да, может быть, это будут какие-то онлайн разговоры, песни, общения, там еще. А может быть, напишем песню. Вот Светлана Муравьева и Дмитрия Логачев, они предложили написать песню. Причем изначально она должна была быть авторской. То есть и музыку хотели написать в итоге. Да, да, да. И когда у нас Юлия Кузнецова начала писать текст, Дмитрий ей помог. В итоге Светлана, услышав, напела для себя и поняла, что строки, да, вот эти строки «Останься дома» легли, замечательно легли на всем известную песню. На другую песню. Да, группа «Город 312», да, и решили сделать кавер. Вот как-то получилось так. И они действительно легли замечательно. Ну, Светлана понимала, что песню записать, конечно, можно в студии, можно. И у нее студия есть в городе. Ребята могли каждый прийти и записать. Но все же понимали, что мы в карантине. Условия карантина, да, особо так не сожрешься. Конечно, нужно соблюдать, нужно соблюдать, даже если бы они поодиночке приходили. Так вы таки как нашли выход-то из этой ситуации? Я понимаю, что каждый дома, сам. А мы еще посмотрим, да. Изначально каждому предложили написать звуковое сообщение. То есть первый этап был, это записать звук. А капельно, без музыки. Да, да, причем музыку, нет, музыку сделали. Светлана сделала аранжировку, потому что фонограмма этой песни изначально, она с бэками. То есть там поет группа «Город 312». Светлана сделала аранжировку, да. И ребята начали писать, каждый разбили по строчкам, кто какую строчку поет. Записали дома на телефоны. Затем Светлана в Китае, находясь в городе Санья, получается, она принимала эти файлы. В Китае есть проблема огромная с приемом файлов. Ну, конечно. Потому что там блокируются мейлы различные, ограничения. Тем более, когда китайские наши гости и соседи, так сказать, да, тоже находясь на карантине, у них интернет просто завален. То же самое, да. Все перегружены, да. Все перегружены. И, в общем, Светлана сначала принимала аудиофайлы, а потом дала разнарядку всем записать видео. Видео, да, она ловила тоже в формате с телефона. Ребята записывали. Все записывали дома. Кто как, кто с чем, кто с кружечкой чая, кто с собачками с кружечками. Да, 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 да. В моем случае, из-за того, что я работаю все-таки на телевидении, нам работу не отменяли. У меня, да, подсъем мы сделали в студии. Причем мои строки, да. Коллеги помогли. Коллеги помогли, да, да, да. И хотя я пою в своей строчке о ведущих, но я не имею в виду себя, да, что ведущий дома заскучал. Я-то работаю, но у нас есть замечательный ведущий, да, который... Это предприятие, которое уж точно заскучает, поверьте мне, но такова ситуация. Такова ситуация, поэтому, конечно, мы эти строчки записали, скидывали, опять же, Светлане. Светлана видео грузила очень тяжело, очень долго, и в течение суток потом она уже это все собирала, монтировала. Слушай, а сколько в целом занял промежуток, вот, так скажем, производства, создания, да, от идей и до готового клипа, готовой песни? Ну, ребята начали обсуждать чуть-чуть раньше, но в итоге скидывать материалы начали во вторник. В среду Светлана все получила, и к четвергу, когда я ей сказала, говорю, я хочу выпустить это в новости, ну, хотела эксклюзивный репортаж, конечно, хотела, но, знаете, у нас коллеги все-таки, многие хотели показать работу пораньше. И, конечно, у нас материал ушел ко всем нашим сотрудникам СМИ, да, компаниям, и многие уже с утра просто заявили об этом ролике. И в Инстаграм-страничках, конечно, все музыканты уже все разместили, и все покатилось, поехало, да. И вечером вообще клип был готов в четверг днем, то есть начиная со вторника, да, материал, то есть двое суток, это был максимум. Очень быстро это, очень быстро. Светлана, она профессионал в этом плане, она говорит, тяжело было принимать информацию, но потом она уже просто в этом живет, не видит, не слышит ничего, и она даже изначально не смогла понять, как это все срослось, как оно получилось. И итог она уже увидела, когда в соцсети все загрузилось, когда процесс пошел, она поняла, что сработало. Валя, мне такой вопрос, коллеги из других регионов, может быть, там, центральных, может быть, даже телевизионщики, как-то оценили это творчество, посмотрели, вообще отреагировали? Да, и группа «Город 312» в итоге-то услышала эту песню, или так еще и нет? Да, мы же боялись, не то что боялись, но плагиаты, да, мы отметили, что кавер сделан на песню, везде отмечали группу «312», и благодаря Илье Литвинову, это наш мальчик, который раньше занимался в хоре детства, если помните, он участвовал в детском голосе, он подписан на группу «Город 312», и я так понимаю, он сейчас в Москве находится, если не ошибаюсь. Благодаря ему группа «Город 312» увидела это видео и разместила у себя на страничке, да, то есть... Это успех, мне кажется, это значит, они оценили очень хорошо эту работу. Оценили, причем были материалы, где они поставили класс кому-то из ребят, и я знаю, что Светлане, вроде бы, группа официально ответила, поблагодарила за эту кавер-версию. И у нас есть еще один замечательный пример того, как эту песню разместила Екатерина Стриженова у себя на страничке. Вот как здорово! Там огромное количество у нее просмотров, она тоже поблагодарила, потому что песня... Она указала, что это Амурская область, что это журналисты, телевизорщики, мы... Городость берет! Конечно! Да-да-да-да-да. Было очень приятно, что все-таки заметили, и люди-то увидели позитивное. То есть из отзывов, огромного количества отзывов, отрицательных, были буквально единицы, буквально единицы. Потому что сейчас творческие люди, они сидят дома, они пытаются что-то творить. Почему так получилось, да? Потому что закрыли домокультуру, да, на всей творческой энергии. Можно было выхлестнуть, да, выхлестнуть, как-то показать, что мы все равно не сидим на месте. И, допустим, один из комментариев, который нам понравился, «Хватит заниматься ерундой, лентяй, идите работать!» У нас все это позитивно... Кажется, это человек не слышал, да, что сейчас карантин, и никто не работает. Особенно музыканты, да, творческие люди. Да, тем более. Тем более, понятно, здесь идет речь и официальных работников, те, кто работают при клубах, домах, да, вот у нас Дом офицеров, ОКЦ, да, различные организации, ЦЭФ, все, все, кто сотрудники работы, они все сидят дома. Ну, а речи не идет тем более о ресторанных работниках, о певцах, наших ребятах, потому что в этом клипе лучшие, в принципе, голоса собраны, и ребята очень ярко исполнили, как они могли. При том, что Светлана, она корректно, мягко это все отобразила. То есть у нас, может быть, кто-то мог показать такое голосило, да. Ну, можно было себя проявить. Ну, можно было проявить, но в итоге она выбрала все красиво, мягенько, хорошо. Я очень хочу посмотреть этот клип. Давайте посмотрим. Если есть возможность, давайте хозяева небольшой. Да. Останьтесь дома ради семьи, ради родных, ради сады. Останусь дома я, друзья, чтоб выжили и ты, и я, чтоб успокоилась планета. Останусь дома ради мам, останусь дома ради мам, пускай закончится все это. Замечательный, конечно, клип. И сразу вопрос, а есть ли еще в планах что-то спеть? Да, нечто подобное может быть. Ну, что-то еще повторить. Ой, вы не поверите, работа сразу закипела. Группа начала думать о том, что нужно написать песню к 9 мая. Это небольшой секрет, но ребята готовятся к ней. И это не кавер-версия, это просто, я так поняла, найденные строки, стихи хорошие, которые наложили на музыку. И дай бог, это будет интересный тоже проект, потому что, ну, ребятам действительно дома скучно, и нужно как-то творить. А поводы есть, поводы есть, которые, к сожалению, еще неизвестно, как мы будем встречать наш великий праздник. Ну, кстати, вы посмотрели кусочек видео, и у меня сразу возник вопрос. Я сбился, сколько количество человек принимало это участие в записи, в песне, в исполнении песни. И откуда они были? То есть не только с Благовещенского, как я понял. Да, да, да. Получается, в среднем, да, вот Светлана принимала видео с 15 телефонов, не считая моей студийной записи, да, с 15 телефонов. Ребят, которые принимали участие в видеозарисовке, в итоге было больше, потому что это были те, кто не успел записать свои слова. Это были просто творческие люди, которые обнимаются, да, допустим, как у нас Светлана, получается, Соловьева с дочкой, да, они, Елена Лена, Лена Соловьева, получается, они с дочкой тоже там обнимаясь пели, у нас Дмитрий Хмара, который, а так у нас замечательно, Инесса Фаролова, получается, Дарина Лобача, это мама, это дочка Юли Кузнецовой. Девочки, как могли, кто-то распевки пел, кто как, да, вот, я говорю, там и собачки, у нас были пошибальщики. Как же это сложно потом все собрать в единую песню. А мне захотелось уже поучаствовать в этом. Давай, Андрей, подумаем, чтобы ведущие тоже что-то спели. Мне кажется, это, конечно, такой вот позитив. А вот еще, опять же, вопрос денежного плана. Это что-то стоило для создания этого клипа? То есть сколько-то денег потратили, или это было полностью бесплатно? Вы полностью за свои средства, и как это получилось? В итоге, конечно, это получился проект бюджетный. Онлайн. И по-другому. Онлайн, да. Конечно, онлайн, потому что если бы в итоге, да, это был какой-то спецзаказ, или еще что-то, конечно бы, взяла бы и студия звукозаписи за это сведение, и музыкантам бы заплатили, мы работаем за счет того, что поем, и не секрет, что люди берут это деньги. Но здесь это было сделано для народа, и самый интересный пункт, да, такой. Каждый музыкант, в том числе и авторы, да, те, кто писали текст, они все-таки писали это для своих близких. У Светланы отец живет в Благовещенске, а мама на Западе. И отец должен был поехать к ней в мае, в начале мая, но он понимает, что сейчас это невозможно. И вот каждый вкладывал свою душу, чтобы просто родные услышали и поняли. Разобщенные, родные люди, чтобы хотя бы так как-то пообщались. Валентина, насколько я знаю, ты хотела бы исполнить небольшую часть этой песни финальной, да? А мы хотели бы послушать. А я хотел бы послушать, может быть, подпоем, если сможем, но, честно признаться, У нас, да, у нас же строчки основные были на конец песни, да, и многие подпевали, многие, мы даже сделали субтитры, да, на эту песню в итоге. Есть, кстати, китайская версия с китайскими субтитрами, это кому интересно. В Китае есть тоже походы, международная, сразу на второй день. Ну вот вам могу... Давайте, у нас как раз минутка есть, попробуем послушать, может быть, даже подпоем с Надей, поехали. Останься дома ради мам, останься дома ради пап, Ради детей останься дома, да, Останься медсестрам, слава и врачам, Что сохраняют жизнь всем нам, Ты ради них останься дома. Слушайте, у меня мурашки. Я не стала подпевать, портить просто, такой замечательный. Надя, абсолютно по этой же причине я тоже не стал подпевать Валентину, Ну, действительно, правда, мурашки по всему телу, Очень трогательные, важные слова. Спасибо большое за эту беседу, спасибо большое за этот клип, за эту песню. Дворите побольше, потому что мы, конечно, будем еще ждать Ваших результатов, Вашего творчества. И уверены, что они будут ничуть не хуже, чем эта работа. Друзья, ну, кстати, творческую тему, Тему песен продолжит следующий небольшой сюжет. Солисты Челябинского театра оперы и балета имени Глинки Последовали к примеру итальянцев И дали концерт прямо с балконов квартиры. Примерно полчаса длился этот концерт, Они исполняли хиты, и всем это очень понравилось. И давайте посмотрим небольшой видеофрагмент Этого концерта, так назовем. Призрачно все в этом мире мушующем Есть только миг, за него и держи Есть только миг, между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Есть только миг, между прошлым и будущим Именно он называется жизнь Наше утро подошло к концу Мы с вами прощаемся, а завтра будет новый день Новые интересные новости, сюжеты Самое главное, оставайтесь дома и берегите себя Да, все это утро с вами встречали Надежда Порхунова и Андрей Добрый Оставайтесь дома, как было уже сказано Здоровья свое берегите и здоровья ваших близких До встречи, пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»